Девственница 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 Музыкальное оформление Рамула Галиенец Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Девственница 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 Да. Для меня это был большой шанс, вернее, даже мечта. Тогда почему ты не поедешь? Тебе не дали стипендия. Все осложнилось, Давид, и, в общем, это довольно долгая история. У меня есть время? Мне больно, Давид. Мне больно говорить об этом. И, хуже всего, я ничего не могу изменить, понимаешь? Я пытаюсь понять, Хуана. Поверь, мне бы хотелось понять тебя, но еще больше хотелось бы помочь тебе. Спасибо, Давид. Я знаю, что ты очень хороший человек. Хуана, ты мне не безразлична, понимаешь? Хотя мне трудно выразить свою мысль, хотя ты мне не веришь, но, тем не менее, я такой. Просто я не знаю, что со мной происходит при встрече с тобой. И я начинаю путаться, у меня путаются мысли, у меня путаются чувства. Почему? Как почему? Вчера я испытал настоящий стыд, когда не смог выразить простую мысль и нес какую-то ахнею. Я ничего не мог сказать. Ты меня разбесили. Когда ты ушел, я смотрела на цветы, которые ты принес. И злилась, что познакомилась с тобой сейчас, когда моя жизнь так запуталась. Хуана, если бы ты позволила помочь тебе. Ты помогаешь мне, Давид. Не думай, что я не ценю нашу дружбу. Простите, сеньора Главега. Я не могу найти доктора Мичелли, но я сожалею. Как это так? Ты же сказала, что он ждет меня. Пожалуйста, попытайся еще раз. Внутренние линии не работают, сеньора. Карлотто. Рико. Как ты? Какой сюрприз. А ты как? Очень хорошо. Я пришла к доктору Мичелли, он был у нас дома. Да? Секунду. Попробуй еще раз. Позвони доктору Мичелли и скажи, что его ждет сеньора Главега. Доктору Мичелли? Да, доктору Мичелли. Конечно, доктор сейчас. Спасибо, Гладис, спасибо. Его найдут. Извини, Карлотто. Меня ждет пациентка. Ну, конечно, Рикардо, иди. Надеюсь, ты не обидишься? Ради бога, конечно, нет. В случае чего, скажи, чтобы позвали меня. Да. Да. Спасибо. До свидания. Сеньора, простите, линия по-прежнему не работает. Я схожу поищу доктора Мичелли. Хорошо? Спасибо, дорогая. Я тебе очень благодарна. Доктор, я ничего не понимаю, что происходит? Гладис, подержи ее как можно дольше, чтобы у меня было время поговорить с доктором Мичелли. А потом пропусти. Расслабься, не нервничай. Ты лучше других знаешь, что я прихожу сюда, чтобы расслабиться. И потом, мы же просто разговаривали. Расслабиться. Насколько я вижу, ты не расслабляешься, Давид. Извините, я пойду лучше. Нет, нет, Хуана, тебе незачем извиняться. Будьте любезны, выйдите оба. Послушай. Ничего, Давид, ничего. Мне не нужны проблемы по твоей вине. Одно дело, что ты ладишь с шефом, ты его друг, и совсем другое, что ты приводишь сюда посторонних людей. Так что, никаких разговоров, Давид. Окажите мне любезность, уйдите оба. Подожди, Хуана. Ты знала, что тебя ждет Карлотта Далавега? Она уже здесь? Она позвонила и попросила о встрече. И ты так легко согласился. Ты должен был придумать предлог, чтобы не говорить с ней. Карлотта не должна знать, что происходит с ее мужем. Моя проблема не в том, что знает, а чего не знает эта женщина. Моя проблема, как от нее отвязаться. И потом, я сделал достаточно, выяснив имя той девушки. Нет, нет, ты не понимаешь. Маурисио не хочет, чтобы жена узнала, что с ним происходит. Я должен обманывать эту женщину. Это приказ, Рикардо? Представь себе, я его не исполню. Бранди. Хуана, прошу тебя, не нужно так. Бранди, наверное, думает, что я сумасшедшая. Все уже ушли. Где мой рюкзак? Я оставила его здесь. Успокойся, его куда-нибудь спрятали. Там мои учебники, Давид. Прекрасно. Наверное, Бранди положила его в ящик. Так что успокойся. Никому не нужны твои учебники. Я искала, но здесь заперто. Но есть ключ. Если ты сделал не Бранди, то кто-нибудь другой, не беспокойся. Я найду его и сообщу тебе. Все, я пошла, пошла. Нет, нет, подожди, 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 не уходи. И нас не должна была так с тобой говорить. Давид, она права. Совершенно права. Какого черта мы зашли в офис с шефом и говорили глупости? Как будто это гостиная моего дома. Я тебя умоляю. К тому же я здесь не работаю. Так что все справедливо. Ты представляешь, что он подумает, когда она ему расскажет? Подумает кто? Ну, кто же еще, Давид? Ну, конечно, Маурисио. Он подумает, что я нахалка. Я не хочу, чтобы он так думал обо мне. А тебе не все равно, что он о тебе думает? Что? Конечно, не все равно. Ради бога. Хуана, подожди, не уходи, успокойся, пожалуйста. Знаешь что, Давид? На сегодня уже достаточно. Все, я лучше пойду. Пока. Если тебя так волнует, что подумает Маурисио, может, это ты влюблена в него? Сеньора Делавега, доктор Мичелена вас примет. Прошу. Хорошо, спасибо. Зять, какой сюрприз. Нужно поговорить, Архелия. Это очень серьезно. Судя по твоему лицу, это не только серьезно, но и что-то очень важное. Я прав. Жизнь человека самая важная, что может быть. Маурисио, ты меня пугаешь. Чья-то жизнь в опасности? Да, жизнь Франциско. Франциско? Да, Франциско. Сегодня ко мне приходила Эльвира. Она убеждена, что ее сын мертв. Что его убили. Доктор Мичелена, я буду честна с вами и рассчитываю на вашу честность. Я хочу сказать, что муж не знает, что я пришла сюда и говорю с вами. Да, продолжайте. В последнее время он очень странный. Знаете, есть люди, которые от неприятностей стараются спрятаться, перестают общаться с людьми, поэтому я здесь. Вам нужно объяснение? Да. И я дам вам его. Правда, я объясню только то, что я знаю. Сразу скажу, вы не ошиблись, придя ко мне. Это я совершил ошибку при проведении искусственного оплодотворения. Это только предчувствие Донни Эльвиры, или у нее есть доказательства? Нет, доказательств у нее нет. Но это другое дело. Это естественная реакция родителей. Уверяю тебя, в этот момент Франсиска гуляет по Елисейским полям, наслаждается Паризом, пока мы его тут хороним. Я никогда не видел Эльвиру в таком состоянии. Она убеждена, что сын мертв. Она даже начала подозревать меня из-за моего долга, Франсиска. Долга? Какого долга? Зовут Рахелью, я ничего не говорил. Нет, нет, подожди. Что ты сказал, Маурисио, в чем дело? Секреты между нами? О каком долге ты говоришь? Не может быть, доктор, это немыслимо. Должно быть, это дурной сумм. Кошмарно, сон, сеньора. Произошла цепь досадных ошибок. Поэтому посторонняя девушка была оплодотворена спермой вашего мужа. Не могу поверить. Гладис. Да, доктор. Пожалуйста, как можно скорее соедини меня с Маурисио Делавега. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы доктор Монсалве? Да, а вы? Прошу. Меня нанял сеньор Делавега. Только этого не хватало. Скажите, чем я могу помочь? Для начала, опишите мне Хуану Перес. Мне нужно составить ее словесный портрет. Следуйте за мной. Спасибо. Вот что происходит с моим мужем. Но почему он мне не сказал? Доктор, вы понимаете, о чем я... Он замкнулся в себе? Сеньора Карлотта, я не хотел вас огорчить. Меня невозможно огорчить больше. Кажется, этот кошмар с замороженной спермой, оплодотворением, суррогатными матерями, никогда не закончится. Я принесу вам воды. Нет. Нет. Я хочу знать имя этой суррогатной матери. Сеньора Карлотта, пожалуйста, не мучьте себя еще больше. Нет, я хочу знать ее имя. Зачем вам ее имя? Вы очень красивая женщина, у вас устроена жизнь, вы замужем. Я думаю, что вам... Имя, пожалуйста. Я бы назвал вам его, если бы в этом была необходимость. Но оно вам не понадобится. Девушка не забеременела. А оплодотворение оказалось безуспешным. Не забеременела? Серьезно? Да, сеньора Карлотта, я думаю, вы должны забыть об этом. Вы попросили меня быть честным, и я был честным. И больше не мучьте себя этой проблемой. Франциско сделала крупное вложение в производство журнала. Я должен был выплатить ему деньги, но еще не успел выплатить. Нет. Больше денег, больше акций, черт возьми. Дезереста, вдовой Франциско, имеет больше власти в журнале, чем я думал. Прекрасно. Видишь, это и есть так называемый долг. Просто два инвестора приняли решение отдать жизнь новому проекту. Конечно, конечно. Тогда ты тем более должен как можно скорее ввести Дезерест в совет директоров. Как мы говорили. Помнишь? Ты сказал, что она хочет работать в журнале. Да, но мы не можем отрицать, что при отсутствии Франциско голос Дезереста является решающим при принятии решений. Да, я не отрицаю. Тогда почему такое лицо? Эльвире очень не нравится Дезере. Она ей не доверяет. Глобость взять. Это просто ревность матери. Не обращай внимания на выпады Донни Эльвиро. Мы оба знаем, что красивая женщина пробуждает ненависть и злоба. Это как раз случай Дезерей. Или нет. Вот так поступить с такой прилежной и честной девочкой. Этого просто не может быть. Мама, меня ни для кого нет. Я ни с кем не хочу говорить. Пойду к себе. Боже. Здравствуйте, Дона Сусена. Как вы? Здравствуйте, проходите. Простите, если помешал. Я хотел узнать, дома ли... Анна-Мария, дома, проходите, садитесь. Сейчас я ее позову. Спасибо. Анна-Мария, к тебе пришли. Рикардо, я не хочу прославиться как обманщик. Если честно, это... Это красивая женщина? Она меня тронула. Зачем огорчать ее еще больше? Я ей рассказал, что произошло. Но сказал, что оплодотворение было неудачным. Ты сказала, что она не забеременела. Все равно ты ее обманул. Рикардо, пойми меня. Я поступил непосредственно. Но мне пришлось солгать. Абсурдно заставлять эту женщину страдать. Маурисио вряд ли найдет эту Хуану Перес. А что ты будешь делать, если он ее найдет? Ты знаешь, это все равно, что искать иголку в стоге сена Рикардо. И потом, мне больше всего хотелось успокоить эту женщину. Но я думаю, мне это удалось. Да? Удалось. А я бы на твоем месте не был так спокойным. Маурисио нанял детектива, чтобы найти эту девушку. Детектива? Он составит словесный портрет. По твоему описанию, той девушки, которую они ищут. Значит, это и есть знаменитая Хуана? Да, моя дочь. Я узнал, что у твоего дома собралась толпа. Люди молились и просили Хуану о чудесах. Но, кажется, все успокоилось. Какое там успокоилось? По двери по-прежнему оставляют цветы, свечи. Это какое-то безумие. Этим объясняется та глубокая тоска, которую я вижу в твоих глазах. Я ненавижу несправедливость. Я принесла кофе и только что испеченный торт. Благодарю вас, Донья Сусена. Огромное вам спасибо. Одинокий мужчина, как я, всегда благодарен за кусок свежего торта. Спасибо. Мне очень приятно. Я маму просто не узнаю. Кажется, ты ей нравишься, Сальвадор. Это происходит всегда. Я больше нравлюсь мамам, чем тем женщинам, которых я добиваюсь. Которых ты добиваешься? Такое уже было. И не раз. Я пытаюсь завоевать женщину, а получаю лишь благосклонность тёщи. Конечно, сейчас не тот случай. Я пришёл узнать, как здесь обстановка, потому что мне доложили, что происходило у твоего дома. Тут было настоящее столпотворение. Маурисио, добрый вечер. Как ты? Как ты, Дезир? Хорошо. Сегодня у меня был трудный день. Но теперь ты дома, так что сядь, расслабься. Хочешь, я налью тебе выпить? Нет, нет. Нет, спасибо. Если хочешь, я налью. Меня это не затруднит, даже приятно. Нет, Дезиро, не нужно. Я хочу поговорить с тобой несколько минут. Конечно, минут, часов, сколько угодно. Я хотел узнать. Даже не знаю, как сказать. Я слушаю. Говори. Дезиро, я хотел узнать. Тебя интересует работа в моем журнале. Я пристроил тебя в журнал, Дезиро, но бесплатно. Нет, нет. Скоро тебе придется заплатить за все услуги, красотка. за работу и за Франциско. Я никогда не видел Эльвиру в таком состоянии. Она убеждена, что сын мертв. Даже начала подозревать меня из-за моего долга, Франциско. Ты не представляешь, с кем ты поделился этой информацией, дорогой зять. Мне очень поможет твой долг, Франциско. Все окажется намного проще, чем я думал и мог предполагать. Прости, я думал, это хорошая идея. Да? Прости, Маурисио, за такую реакцию. Это от удивления. А идея, мне кажется, гениальной, фантастической. Откуда было мне знать, что ты заботишься обо мне? Я подумал, что тебя обидело бы мое предложение, поскольку ты не привыкла работать. Нет, Маурисио, напротив, мне лестно. Я не работала раньше, потому что не позволял Франциско. Ты не представляешь, что такое жить с мужчиной, который считает тебя бесполезной. Который постоянно унижает тебя. И вдруг ты предлагаешь мне работать с тобой в журнале. Маурисио, это лучший подарок, который ты мог сделать. Я не спасаю тебя жизни, Дозире. Я делаю это предложение не только ради тебя. Ради себя? Ну да, в некотором роде и ради себя. Да. Как мне не грустить, Сальвадор, если с моей дочерью такое происходит? Ты говоришь о чудесах? И это, и многое другое. Я не хочу рассказывать в моих личных делах, Сальвадор, мне стыдно. Нет, нет. Не надо стыдиться. Не надо. Ты должна мне рассказать, потому что я власть и могу тебя заставить. Это шутка. Шутка. Сначала ее по ошибке обладотворили. Я знаю, это кажется неслыханным, но это так. Обладотворили по ошибке, даже я ее мать ей не поверила. По ошибке? Да, это кажется невероятным. Потом девочка приходит и показывает мне свидетельства о девственности, и что я делаю. Меня осенила блестящая идея сделать тысячу копий этой излосчастной бумажки и покрыть ими весь квартал. Что я ей сделала? С успехом. Ты мать, и ты защищаешь свое дитя. Это никакое не преступление. Так что выше голову. Но это еще не все. Мою девочку обвинили в краже экзаменационного листа. Как тебе это? Ей это нужно? Она всегда была лучшей ученицей в лицее. Она бы никогда этого не сделала. Это преступление, но мы знаем, что Фуана его не совершала. Ты работаешь в лицее, ты можешь помочь мне с расследованием предоставить дополнительную информацию. Работала, Сальвадор. Работала. Сейчас я ищу одна безработная в стране. Меня уволили. Ты посчитаешь меня взбалмышной, но я уже хочу работать в журнале. В каком отделе я буду работать? Первое, что приходит мне на ум, ты могла бы быть моей помощницей. Так мы сможем проводить больше времени вместе и ни перед кем не оправдываться. Ты согласна? Дозиро, ты слышала? Прости, Маурисио. Просто задумалась. Что ты сказал? Я спросил, как тебе отдел общественных связей. Общественных связей? Ты видишь меня в этой роли? Ты будешь и не сотрудницей, а директором. Ну, если ты думаешь, что я могу справиться, значит, разговор окончен. Кто бы мог подумать, Маурисио, что моя жизнь обретет такой смысл. Я буду полезной. И этот шанс даешь мне ты. Поэтому я обещаю тебе, я никогда тебя не разочарую. Я никогда об этом не забуду. И я сделаю все, что ты хочешь. Донья Сусена, вы заставили меня вспомнить тетю Викторию, которая тоже готовила такие вкусные торты. Люди, которые их ели, говорили, что она великий кондитер. Я рада, что вам нравится. И раз так, стоит повторить в честь вашей тети Виктории. Нет, нет, правда, потому что так можно привыкнуть, и потом, сами понимаете. Привыкайте, привыкайте, достойным людям всегда найдется место в этом доме. Нет, нет, со всем уважением я не могу это принять. Держите, никаких возражений. Это кошмар какой-то. Анна, вы можете это прекратить? Возьми, не хочу, возьми, не хочу. Вы меня до истерики доведете. Нет, 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 оставьте, оставьте. Я возьму метлу, все уберу, пожалуйста, инспектор. Как неудобно-то. Прости, что я тебя разозлил. Я этого не хотел. Ты нервничаешь. Прости меня. Лучше я просто уйду. Сейчас. Я уже ухожу. Извините. Извините. Нет, это ты меня прости. Дело в том, что, когда я нервничаю, я становлюсь такой глупой. А нервничает она всегда, поэтому с головой у нее в общем. Я проведу небольшое расследование, может, выясню что-нибудь о Хуане, о том, что там произошло. Простите меня. Простите и до свидания. Большое спасибо. Что это? О, нет. В случае чего, я в твоем распоряжении. Что бы ни случилось. как неудобно. Боже. Простите. Нет, нет, ничего страшного. Не беспокойтесь. Простите. До свидания. Хуана? Бабуля. Хуана, дочка, где ты была, дорогая? Я так волновалась. Где же ты была? Расскажи. Как только я открыл дверь, я встретил твою дочь. Это называется фиктивная работа. Не ругайте меня, ради Бога. Сегодня со мной столько всего произошло, даже не хочу рассказывать ничего. Ничего. А что это? Скорее всего, сначала ты будешь чувствовать себя немного потерянной в журнале, но со временем станет легче. Со временем и с тобой, Маурисио. Я полагаю, если я столкнусь с ситуацией, которую я не смогу решить, я могу рассчитывать на тебя? Не только на меня, на всех людей, которые там работают. У нас великолепная команда, и все они прекрасные профессионалы. Это меня не очень успокаивает, Маурисио. А если они будут воспринимать меня как новичка, как бездаря, в конечном итоге у меня даже опыта нет. Не беспокойся, Дозиро, если ты будешь выполнять свою работу как положено, проявлять интерес, ты завоюшь уважение. Вот и видишь. Значит, я отдаю себя в твои руки. Когда я начинаю? Честно говоря, я пока не знаю. Я не думал, что ты так легко согласишься. Тогда завтра. Чем раньше я начну, тем быстрее научусь. Хорошо. Если ты хочешь. Спасибо, Маурисио. Хуана, это инспектор, который помог с законом, защищающим несовершеннолетних. В законе говорится, что нельзя исключать беременную ученицу. Да. Как дела? Простите. Хотя меня все равно выгнали. Мама, ты знаешь, что они сделали? Ты знаешь? Да, знаю, дорогая. Я чуть не выцарапала глаза этой Торрес. Ничего не помогло. Мамочка. Мама, я не крала экзаменационный лист. Я клянусь тебе. Ради бога, дорогая, я знаю. Надо же обвинить Хуана в кражу какого-то листа. Эту учительнице Торрес стоило бы не только выцарапать глаза, но и вырвать последние волосы на ее глупой голове. Моя жизнь разбитая. А тут еще прихожу домой и вижу у входа цветочки и свечечки. Все как обезумели. Думают, что эта бумага творит чудеса. Чудом была перемена в лице твоей мамы. Моя лицо озарилось, когда она тебя увидела. Я беспокоилась. Дочка, как хорошо, что ты здесь. Мы будем бороться вместе, малышка моя. Да, бороться с чем? Разве можно повернуть реку вспять? Мама Хуана закончит учебу не в этом лице, и так в другом. Да, еще она родит и будет одна растить ребенка. Все повторяется сначала. Твоя история, Анна Мария. Ну, я пойду. Вы поняли, в случае чего можете рассчитывать на меня. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Видишь? Вот это кабальеро. Настоящий мужчина, честный, работящий, приятный. Вот кто нужен в этом доме, дочка. Мужчина, который спустит тебя на землю, вернет в реальность. У тебя есть еще ко мне вопросы? Да. А теперь я могу налить тебе и выпить. И мы опросим мое назначение. Честно говоря, у меня нет желания дозирать. Я говорю правду. Извини. Рикардо, надеюсь, у тебя хорошие новости. Как бы я этого хотел, Мауриси. Но нет, нет, девушка не появлялась. Зато в центре появилась твоя жена. Что, Карлот? Не шутят, Рикардо, пожалуйста. Я ясно сказал, что Карлота не должна знать об этом ничего. Наверное, это я виноват, Мауриси. Как тебе объяснить? Алло. Алло. Я тебя не слышу. Ну вот, связь прервалась. Какая-то проблема, Мауриси? Нет. Ты вызвал нового. Как только тебе сказали о Карлоте, ты изменился. С ней что-то случилось? Ничего. А почему ты так думаешь? Ты просто посмотри на часы, а ее до сих пор нет. Я уже пришла. Вижу, вы немного устали, доктор. Я вам очень благодарен, но давайте продолжим описание. Да. Да. губы похожи. У Хуана Перес такие губы. Простите, я не обращаю внимания на детали, поэтому я не знаю, могу ли я быть вам полезен. Если вы спросите меня по моей специальности, то я знаю, что ответить. А в этом случае я даже не представляю, что я могу сказать. Не беспокойтесь. К тому же завтра я встречусь с медсестрой. Карменцитой? Я уверен, что завтра у меня будет готов ее словесный портрет. Я найду ее доктора. Могу вас заверить. Ну так что, Карлотто, я не могла дождаться, когда сообщу тебе эту новость, а ты ничего не говоришь. Разве это не чудо, что я буду работать в журнале? Кажется, в последнее время я обо всем узнаю последний. Вчера ты и дома начинала. Ты же первая сказала, что я должна работать, Карлотто. Или нет? Да, да, да. Наконец-то я буду работать. Я не знаю, как мне отблагодарить вас за шанс, который вы мне даете. И мне не хотелось бы злоупотреблять, вашей дружбой. Прости, Дозире. Я рада, я рада, что ты будешь работать, но нам с Мауриси нужно поговорить. Дозире, ты могла бы оставить меня на единице с мужем? Конечно. Конечно. Я меньше всего хочу мешать вам. Доброй ночи. Я пойду. Спокойной ночи. Честно говоря, я не знаю, примут ли меня в другой лицей. Давай говорить откровенно, мама, учебный год почти заканчивается. Кто меня возьмет? Успокойся, дорогая, завтра мы с тобой встанем пораньше и найдем лицей, в который ты запишешься. Если не в один, так в другой. Продолжишь учебу и исполнятся все твои мечты. Я обещаю. Ну да, конечно. Давай, забивай дочери голову пустыми мечтами. Скажи, что несмотря на ее беременность, ничего не происходит. Ты правда безработная, но у нас все по-прежнему. А завтра ты ее запишешь в лице и будешь готовить парту под стол для ее родов. Мама, что ты хочешь, добить нас? Нет, нет, мне бы не хотелось быть такой жестокой. Но кто-то в этом доме должен быть реалистом, дочка. Для тебя, Анна Мария, реальность, как для меня ядерная физика. А что ты хочешь, бабуля? Чтобы мы сидели сложа руки и смотрели, как перед нами закрываются все двери? И даже не сделали попытку открыть их? Да нет, открывай, детка. Все очень хорошо, но открывай нужные двери. Как мне не больно говорить об этом, думаю, сейчас не время думать об учебе. Я полагаю, мне, Марии нужно в первую очередь найти работу. А ты, деточка, думай о ребенке, который у тебя под сердцем, потому что время пролетит быстро и нам понадобится колыбель, подгузники и много всего другого. Это только начало, деточка. Успокойся, дорогая. Я обо всем позабочусь. Вот так. Спустись на землю, дочка, потому что это не игра, это жизнь. Прости меня, Хуана. Я не должен был делать этого. Но учительница Торрес меня вынудила, а я не хочу потерять год. Ты этого не заслужила, Хуана. Я чувствую себя подонком. Ты не обращаешь на меня внимания, Маорисо, как будто я не твоя жена. Это ты не ночевала дома? Да, конечно, и поскольку мама сообщила, что я ночую там, ты счастлив, спокоен и даже не удосужился позвонить. Карлота, мать сказала, что ты спишь. А утром, Маорисо, ты что, не мог позвонить, узнать, как я себя чувствую, а вдруг я уже умерла? Нет, ты прямо обзвонился. Это единственное, что ты хочешь мне сказать? А ты? Ты ничего не хочешь мне сказать? Не ходи кругами. Я прекрасно знаю, где ты была. Ты ходила к доктору Мичаляне. Так что начинай. Я слушаю тебя. Кажется, Рикардо не терял времени, даром. Сразу сообщил. Не цепляйся к нему. Как ты сама сказала, Рикардо мой друг, и он лучше других знает. Что со мной происходит? Ты правильно сказал. Он знает лучше других. Даже лучше меня, ведь я твоя жена. Кажется, он тебя знает и понимает лучше, чем я. Потому что он знает, что произошло. А я Маориси. Я не была с тобой все это время. Хватит, Карл. Меня злил, что ты пошел к Мичалине, не проконсультировавшись со мной. И ничего мне не сказал. Ты что, шпионишь за мной? Кто тебе о нем сказал? Кто? Нет, Маорисио, я не шпионю. Ты мой муж. Я узнала, что с тобой что-то происходит, но у тебя от меня секреты. Я не занималась расследованием, просто я узнала, что он приходил к тебе на работу. Ах, вот оно что. У тебя прекрасные информаторы. Почему ты мне не сказал, Маорисио? Почему ты не сказал? Почему я должна ходить в школу, которая мне не нравится? Ну, как ты можешь так говорить? Она тебе не нравится. Ты же там не был, не знаешь? Хорошо, не знаю. Зато я знаю свою школу, и мне она нравится. Ну, хорошо. Скажи мне, что тебе нравится в старой школе? Все. Учителя. Это хорошо. Друзья. И футбольный матч с Хуаной. Ты действительно так любишь эту Хуану? Ты все время о ней говоришь. Хуана, Хуана, Хуана. Рафаэль, у меня идея. Что если мы поговорим с сеньорами и попросим, чтобы они разрешили пригласить ее? Тебе бы этого хотелось? Да, конечно. Девушку оплодотворяют по ошибке. Ты хранишь эту информацию, как будто это не моя проблема, что сперма моего мужа попадает в тело другой женщины. А зачем тебе говорить? Чтобы разозлить тебя? Тебя ведь это не обрадует. Да, но и с твоей стороны я что-то не вижу большой радости. А между прочим, я привела ребенка в дом для того, чтобы ты почувствовал себя отцом. А ты к тому времени уже знал об этом оплодотворении и счел ненужным сообщать мне эту новость. Ты должен был сказать мне об этом, Маурисио. Все, Карл, это хватит. Я больше не хочу спорить. Нет, не хватит. Я привела этого ребенка, чтобы заполнить пустоту в твоем сердце. И теперь ты отец. Наконец-то я тебя вижу, папа. Я весь день думал о твоей встрече с Маурисио, а ты мне даже не позвонил. Я отвечаю только на самые важные звонки. Надо же. Ты всегда такой самодостаточный, дорогой папа. Чем дело? Чем объяснить такой агрессивность? Утверждение Дони Эльвиры не кажется мне бредом. Напротив, я уже давно об этом думаю. И в чем ты согласен с Дони Эльвирой? Что Франциско мертв. Да. Я не знал, что ты так беспокоишься за Франциско. Я беспокоюсь не о Франциско, а о тебе, папа. Обо мне? Да. Потому что если Франциско действительно мертв, меня никто не убедит, что ты не приложил к этому руку. Конечно, для меня это важно. Судьба столько раз играла со мной злые шутки. И вдруг, по ошибке, случилось чудо. У меня вновь появилась надежда стать отцом. Да? Жаль, что судьба так нами играет. Мне казалось, что ты должен забыть о том, чтобы стать отцом по крови. А ты что делаешь? Маурисио, ради бога, знаешь, что ты должен сделать? Постараться стать отцом этому ребенку. И все. Забудь о своих мечтах и надеждах. Я тебя не понимаю, Карлата. Мичелена тебе не сказал? Сказал. Он сказал, что девушка не забеременела. Так что, пожалуйста, Маурисио, забудь ты. Об оплодотворении, о лжебеременности, о суррогатных матерях. Все с этим покончено. Перед тобой твоя жена. И нравится тебе или нет, Рафаэль, здесь? Что я еще сделал, что вам не нравится? Я предпочитаю думать, что ослышался. Значит, ты настаиваешь, что я имею отношение к исчезновению Франсиско. Папа, я только говорю. Я предпочитаю, чтобы ты не называл меня папой. По крайней мере, пока мы обсуждаем вопрос, могу ли я быть убийцей. Принимая бы внимание твой интерес к журналу Маурисио, если Франсиско действительно мертв, могут подумать... Послушай, Альфредо Вивас, послушай. У меня уже есть глупый сын, который цепляется за материнскую юбку, и которого зовут Умбертико. И что это означает? Это означает, что я считал тебя другим, так что не говори глупости, или тебе будет очень плохо. Но я только хотел сказать... Я хотел устроить дозиров журнал, и я это сделал, верно? По крайней мере, у нас есть еще одна союзница в этом консорциуме. Если Франсиско потерялся, умер, загулял, это проблема журнала, а не умных людей, таких как мы. Понятно? Да, да, конечно. Ничего не происходит, Археэль. Просто мы с Карлотой говорили в школу. Помнишь, ты сказал за завтраком, что хочешь вернуться туда? Ну да, в мою школу. Я послала Хосе за документами для школы. Кстати, Таня, вы их заполнили? Да, сеньора. Не хочу я в эту школу, я хочу ходить в прежнюю. Там, где мои друзья. А я сказала, что ты должен забыть о прежней жизни, потому что у тебя будет совсем другая. Не хочу я ходить в эту школу. Археэль, ты сам сказал, что не хочешь потерять год. Но я не хочу потерять и друзей. Успокойся, скоро у тебя будут другие друзья. Таня, скажи ей, о чем сказала мне. Чтобы успокоить ребенка, я предложила ему поговорить с вами и попросить разрешения, чтобы его навестила одна из подружек, с которой он играл в футбол. Разрешите ей прийти в дом. Ненадолго. В гости. В школе у тебя будут новые друзья. Да не нужны мне новые друзья, мне нужны старые друзья. И особенно она. Археэль, Археэль, все хорошо. Когда ты захочешь, можешь пригласить свою подругу. Я разрешаю. Спасибо, сеньор Маурисио. Ну все, уже поздно. Иди. Пойдем спать, дорогой. Попрощайся. Скажи спокойной ночи. До свидания. Как здорово, когда она увидит дом, познакомится с Канелой. А ты приготовишь торт, ладно, Таня? Да, да, конечно. Шоколадный. Обязательно. Какой попросишь? Идея заключается в том, чтобы изменить его жизнь. Оторвать от друзей, которые ему не подходят. По-твоему, мы поступаем справедливо с этим бедным ребенком? Ради бога, Маурисио. Да он даже не мечтал жить в таком доме. Он должен быть счастлив. Счастлив? Он не счастлив, как ты не понимаешь. За все время, что он здесь, я впервые увидел его улыбку. Лишь потому, что он узнал, что может пригласить сюда свою старую подругу. Маурисио, здесь он ни в чем не нуждается. Здесь у него нет самого необходимого, ты не понимаешь. Не ты, не я не способны дать ему любовь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok